Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков рассказал, что отвечает на вопросы в личных сообщениях в соцсетях, а также проверяет, как отвечают в комментариях районные администрации и профильные департаменты. По самым острым обращениям, руководитель города выезжает на место лично. Ближайший выезд запланирован на субботу. В Самаре начали ремонтировать фонтан на площади Героев 21-й армии. На обновление объекта выделили порядка 219 миллионов рублей. Фонтан запустили в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Самаре с 26 ноября изменит расписание движения судов на грузовой переправе по маршруту «Октябрьский спуск Рождествено». Теперь будет два рейса из каждой точки. Первый от «Октябрьского спуска» в 8.00, из «Рождествено» в 6.00, второй рейс от «Спуска» в 16.00 и из «Села» в 14.00. Самарцев серебряного возраста приглашают вступить в клубы по интересам. Во Дворце ветеранов проводят познавательные и развлекательные программы на любой вкус. Сейчас особое внимание уделяют направлению гражданско-патриотического воспитания, продолжают создавать электронную книгу памяти участников Великой Отечественной войны. С 25 ноября по 18 февраля в храмах Самарской области будет находиться ковчег с мощами святых из Киево-Печерской лавры. Верующие смогут увидеть ковчег в храмах Самары-Новокуйбышевской, остройки Рамики-Курумачи, Черноречи и других населенных пунктов. Глава региона Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обсудили организацию безаварийной работы системы ЖКХ в осенне-зимний период, а также готовность к ликвидации проблем, связанных с этим направлением. При запуске отопления были допущены просчеты. Губернатор предложил проанализировать работу и разработать алгоритмы, как предотвратить подобные ситуации в будущем. Губернатор Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих перейти на работу в Тольятти и обозначил курс работы. Ранее Сухих возглавлял Жигулевск. Глава региона Вячеслав Федорищев принял решение сменить руководство хоккейной команды «Лада». Как отметил губернатор, это необходимо, чтобы сделать команду сильнее. Матч между Рубином и Акроном рассудит Ян Бобровский. Помощниками арбитра назначили Дмитрия Семенова и Алексея Ермилова. Игра состоится сегодня в Казани в 8 часов вечера.